Вместо нескольких тысяч пришли меньше сотни человек в Барнауле протестовали против роста цен на бензин. В Краевой столице от удара током погиб ребенок, а в Бийске град побил урожай садоводов. Продолжение следует или как в Краевой столице прошел фестиваль уличного кино. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. В Барнауле прошел митинг против роста цен на топливо. Акция протеста началась автопробегом с Павловского тракта до Площади Свободы. Главное требование водителей и общественников – снизить цену на бензин до 20 рублей за литр. К сожалению, наши власти продолжают игнорировать народ. Нас, к сожалению, не заметили, к нам не приехали. Ожидалось, что на Площадь Свободы выйдут порядка полутысячи человек, однако выразить свою гражданскую позицию пришли не более ста активистов. Подробнее о митинге расскажем сегодня в вечернем выпуске. Барнаульский речной флот извинился перед пассажирами, попавшие в шторм барракуды. Об этом сообщает Политсибру. Подробнее о наиболее заметных новостях от сибирской медиагруппы в обзоре. Сообщение от лица Барнаульского речного флота, который извиняется перед пассажирами, попавший в шторм барракуды, опубликовано в соцсетях. Представители организации сообщают, что якобы не получали информации об ухудшении погодных условий, и потому теплоход вышел в рейс. Речфлот выразил также благодарность всем, кто оказывал помощь во время сильного шторма. Добавим, капитана корабля, спасшего пассажиров барракуды, представят к награде. Гадюка была замечена в Барнауле, пишет газета «Комсомольская правда Барнаул». Ядовитую змею обнаружили возле торгового центра «Москва», один из сотрудников которого сумел изловить и убить гадюку. Некоторые пользователи социальных сетей при этом возмутились убийством Аспида. Отметим, ранее два случая укуса гадюки зарегистрировали около Бийска и еще два в барнаульском поселке Бобровка. В последнем змея укусила мальчишек. Все пострадавшие на данный момент чувствуют себя хорошо. А Бийск накануне ночью накрыл тропический ливень с градом. Из-за сильного дождя затопило некоторые участки улиц, кое-где были перебои с электричеством. По сообщениям горожан, информирует газета «Бийский рабочий», наиболее сильный град выпал в заречной части Наукограда. У людей пострадали посадки на огородах. Также из-за ночного разгула стихии в городе повреждено несколько деревьев, поломаны ветки. Елена Макаренко, наши новости. А вот в Барнауле от удара током погиб шестилетний ребенок. Трагедия произошла в районе ВРЗ. По информации следственного комитета, мальчик играл на улице во дворе частного дома и задел металлическую конструкцию, которая была под напряжением. В результате ребенка мгновенно убило током. Предварительно установлено, что причиной смерти стал неправильный монтаж электропроводки, который ранее осуществлял непрофессиональный электрик. По факту гибели ребенка алтайские следователи возбудили уголовное дело. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть причинение смерти по неосторожности. В ходе расследования уголовного дела следствием будут установлены обстоятельства произошедшего и лица, ответственные за гибель ребенка. Подробности трагедии расскажем в вечернем выпуске новостей. Вторая волна паводка подходит к концу. В Барнаульском Затоне снят режим повышенной готовности. За последние сутки уровень воды в Абе значительно снизился. Еще на прошлой неделе он составлял 533 сантиметра. 14 июня начались первые подтопления. Тогда и решено было вести режим повышенной готовности. В поселке дежурили спасатели. В местных продуктовых магазинах был создан необходимый запас продовольствия на случай чрезвычайной ситуации. За время второй волны паводка в Затоне затопило шесть улиц. Люди передвигались только в резиновых сапогах. На утро сегодняшнего дня уровень воды составил 469 сантиметров над нулем водомерного поста. За сутки вода убыла на 22 сантиметра. Увидеть весь цвет короткометражного кино, снятого молодыми российскими режиссерами, за последний год могли накануне жители Барнаула. В жаркую июньскую ночь краевая столица присоединилась ко всемирному фестивалю уличного кино. Главной площадкой стал парк спорта Алексея Смертина. Вместе со всеми наслаждались просмотром под открытым небом Илья Кочетков и Николай Шилко. Коротким ночам короткое кино. Кстати, короткометражки в эти дни показывают не только в России, но и по всему миру. На крышах, автостоянках, пляжах. В Барнауле главной площадкой стал парк Алексея Смертина. Сегодня необыкновенный день. Этот день, украшенный лепестками роз, нежностью поцелуев и этим всепоглощающим я тебя люблю. Восемь фильмов, восемь историй любви, преодоления себя, смешных и трагичных. И несколько десятков зрителей самых разных возрастов. Пожилые признались нам, что вспомнили, как в советское время работали такие же летние кинотеатры. Молодые пришли ради удовольствия, хотя кто-то и с профессиональным интересом. Я занимаюсь темой киноискусства и недавно защитила диссертацию по киноискусству. И кинофестивали – это форма киновоспитания молодежи. Поэтому, как я могла не прийти, не надо в душных аудиториях сидеть, так как лето, пространство сближает. Театральный режиссер Сергей Лебедев, заглянув ненадолго, остался до конца. Во-первых, говорит, фильмы отобраны хорошие. Но главное то, что происходит, явление вполне европейского уровня. Наконец-то до Барнаула дошло какое-то такое хорошее культурное явление. И что это бесплатно, что люди приходят, смотрят. И что это очень качественно и эстетично оформлено все. Лавочки, люди сидят там на газоне. Очень, мне кажется, повышает уровень культурной жизни до Барнаула. По правилам фестиваля, зрители выбирают лучшие, на их взгляд, работы, подсвечивая экран фонариками. Но было настолько светло, что голосовали по старинке, через записки. Результаты рассмотрят, а ближе к осени станет известно, какие киноленты признаны лучшими. А на следующий год, обещают организаторы, фестиваль обязательно повторится в Барнауле. Они надеются, что зрителей будет еще больше. Илья Кочетков, Николай Шелко. Наши новости. Труппы Алтайского государственного музыкального театра сейчас находятся в Южной Корее, где принимают участие в 12-м международном музыкальном фестивале. Наших артистов пригласили туда сразу после подобного мероприятия, которое в прошлом году проходило в Турции. В этом году 24 участника из 8 стран. Это Чехия, Великобритания, Тайвань, Китай, Казахстан, Россия. Я вот моя единственная участница от России в этом году. Покорять сцену южнокорейского тегу планируют с мюзиклом «Ромео и Джульетта». Именно он в году минувшем просто растопил сердца турецкой публики. Каждый спектакль проходил с аншлагом. Билеты раскупали, как горячие пирожки. В течение года артисты музыкального театра оттачивали мастерство для показа мюзикла. В Южной Корее всего запланировано 5 спектаклей. На территории региона вновь обещают дожди и грозы. При этом на всей территории жарко. В Алиске, Биске и Заринске 27, в Рубцовске 28, чуть ниже температура в Белокурихе. Там 24 со знаком плюс. В Барнауле южный умеренный ветер и до 27 выше нуля. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова